Здравствуйте, уважаемые зрители и постоянные подписчики канала Процветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и мы будем разбираться с огурцами. А именно, как продлить сроки плодоношения этого овоща. Огурцы относятся к культурам непрерывного роста, это лианам. В среднем активное плодоношение у них длится в зависимости от сортовых или гибридных особенностей 2-2,5-3 месяца. И, как правило, к концу июля, ко второй половине августа наблюдается спад плодоношения огурцов, который определяется несколькими причинами. Перепад дневных и ночных температур, недостаточное количество активного солнышка, более плохая светопропускаемая способность наших теплиц. Также огурцам может не хватать влаги и, конечно же, не хватает питания. Все это приводит к тому, что урожайность постепенно падает. Итак, как же помочь нашим огурцам продлить их жизнь и, конечно же, период плодоношения? В первую очередь, это покормить растения. Если вы не совсем понимаете, какими элементами питания необходимо ваше растение покормить, то обратитесь к их листовым поверхностям. Если они светло-зеленого цвета, то однозначно уже не хватает азота. Если у нас есть светло-зеленое вкрапление по листовой поверхности, то нехватка магния. Огурцы в виде крючков, нехватка калия. Иными словами, нам необходимо сделать акцент буквально на полный комплекс элементов питания и сделать подкормку минимум три раза. Все будет зависеть от того, в каком состоянии находятся ваши огурцы. Огурцы минимум три раза за относительно короткий промежуток времени, условно за две недели. Поэтому, если вы подкармливаете огурцы минеральными удобрениями, то необходимо отдать предпочтение в сторону тех удобрений, в формуле которых будет относительно одинаковое содержание азота фосфора калия. Если вы предпочитаете кормить ваше огуречное растение органическими подкормками, то тогда это будет традиционный куриный или конский настой, любой биогумус. Также необходимо вносить золу. По золе она будет подщелачивать почву, поэтому прям сухую золу рассыпать по почве не совсем безопасно. В случае огурцов они не любят очень щелочную почву, поэтому или рассыпаем по влажной почве, или по почве, которая у нас замульчирована, и активно проливаем. Лучше, конечно, делать зольную подкормку в виде раствора путем проливов. Как я уже сказала, кормить нужно минимум 3 раза за 2 недели, с интервалом где-то раз в 4-5 дней. По поливам. Поливы нужно перенести с вечерних, как того любят огурцы, на более дневные поливы. Или если вы поливали по утрам, то тоже все-таки сдвигаться уже в сторону дневных поливов. Активно сокращать дозу поливов прям не стоит, но необходимо постепенно снижать и поддерживать то количество воды, которое вы будете проливать под ваше растение. Конечно, когда мы подкормим и будем поливать растение, необходимо помнить о том, что резкий перепад влажности в почве будет негативно сказываться на продлении сроков плодоношения. Поэтому не забываем о мульчировании. Когда мы мульчируем огурцы, чтобы исключить развитие прикорневых гнилей, стеблевых гнилей, мульчирующий материал, мы не будем укладывать прямо к стеблю наших растений, прямо к корням, прикорневым шейкам, а будем оставлять некоторое пространство и раскладывать мульчу по остальной части почвы, в которой у вас растут огурцы. Также необходимо постараться удалить все листья, все пасынки на высоту где-то 40-50 см от уровня почвы, чтобы минимизировать или полностью исключить развитие корневых и стеблевых гнилей, потому что все-таки у нас уже конец лета или вторая половина лета. Если уже случилось развитие какой-либо болезни, которая постепенно тянется по стеблю вверх, тогда берем гашеную известь, медный купорос. Из расчета 100 граммов гашеной извести, медный купорос на кончике ножа, делаем из этого такую сметанообразную кашицу и прям промазываем по стеблю наши огурцы. Когда мы кормим огурцы, обращаем внимание на температуру окружающей среды. Если температура ниже 13 градусов, то усваивание питательных элементов корнями в почве будет достаточно низкое. Поэтому мы отдаем предпочтение в пользу подкормок по листу. Но если это минеральные компоненты, то дозировка у нас будет 5-7 грамм той же самой калиевые селитры, сульфата калия, магниевые селитры на 10 литров воды. Если это у нас из категории органических подкормок, то также смотрите аккуратно, чтобы не пожечь наши листовые поверхности огуречных растений. Если у вас все-таки случилось выпадение растений огурцов, например, они активно у вас поражались какими-нибудь вредителями, болезнями. Если, по вашему мнению, уже растения выработали свой ресурс или они вам просто надоели, вы решили сменить сорт, гибрид, время еще позволяет высеять семена, получить рассаду и высадить ваши растения в закрытый грунт. Но есть одна особенность. С учетом того, что мы уже плавно переходим к более осеннему периоду, то тогда необходимо увеличивать расстояние между растениями. Условно говоря, по схеме метр между растениями, между рядами и 60-80 см между растениями в ряду, чтобы исключить развитие любых заболеваний. Не забывайте давать предпочтение ультраранним, ранним сортам или гибридам, которые в среднем возревают где-то на 40-й день от момента высева семян. Всего вам доброго, хороших урожаев. Оставайтесь на канале Процветок, ставьте лайки. Спасибо за внимание.